В минутную паузу. Я не знаю, замечаете ли вы вообще, обращаете внимание, когда вы находитесь в ресторане, как открывают для вас вино, как правильно нужно открывать вино. И поэтому я решила вот одну бутылку, да, как наглядно для всех показать. Хочу, наверное, отметить главное, что когда вы приносят вино, всегда самелье или официант, когда приносят бутылку вина, он должен проговорить, что Италия, Паттини, Сан-Железе Примитивы, 2022 год, красное сухое вино, Игорь, это ваш заказ, он должен четко проговорить вам то вино, да, он должен назвать страну производителя вод и сказать, что это там красное вино или белое, там сухое, но полусухое и так далее. Вот урожай. Если вы прослушали, да, именно это я сказал, вот в этот момент, когда Игорь говорит «да», дальше отказаться от вина он не имеет права, только если в вине есть дефект. Только тогда вы можете отказаться от вина. Если вдруг бывает такое, что вы где-то услышали что-то, какое-то, не знаю, модное слово, модное название вина, решили его попробовать, пробовать, оно вам не нравится, тут уже задача самелье или официанта плясать перед вами так и предлагать вам такие возможности изменить это вкусовое впечатление от вина, чтобы оно вам понравилось. Но, увы, по правилам, да, по этикету и по ресторанному сервису вы не имеете права отказаться от бутылки вина, если оно вам не нравится. Если в вине есть дефект, то да, можете. То есть, если пробка, то нет. Пробка, редукция. А что из-за того, где были дефекты? Из-за разряда белого? Из-за разряда белого? Из-за разряда белого. А какой дефект? Дефекты вина. Кто-нибудь знает, какие-то дефекты вина? Ну, наверное, но я не встречала, неправда. Дефекты вина. Вино окислившееся. Как понять? В вине есть пробка. Что это значит? Очень многие вина укупоривают натуральной порковой пробкой. Она натуральная, да, из дерева сделанная, там есть поры, в нём живут микроорганизмы. И если вдруг при выдержке, при перееезде было неправильная температура, влажность или ещё, то эти микроорганизмы могут умереть. Умирая, у вас начинается грибок по этой пробке, она прям вся в плесени. И вот этот запах подвала грибка, затхлых тряпок, так пахнет вино. И этот аромат никуда не выбирает. То есть не через полтора часа, а влажность или два, а сразу, сразу, сразу. Если вам сразу пахнет тухлыми яйцами, спич, так не должно быть. Спичный, серый, вот этим подвалом, грибком, тряпками, уксусом. Это не ароматы, которые имеют типичный, не положительный вене, значит, веном какой-то дефект. Он нюхает пробку, он может его пронюхать, допустим, дальше я буду открывать, покажу. Но в вене пробку он понюхал пробку, и он только в этой, в этом дефекте убедился, что его нет. Но в вене может быть другое. Если в вене редукция, то это будет пахнуть, тухлыми яйцами. Ну так, значит, сомелье должен срезать капсулу только под самой, видно всем? Всегда в бутылке есть самая выступающая часть бордышка. Мы срезаем капсулу всегда только под этой частью. Почему? Потому что между капсулой и самой бутылкой есть пространство. Там может быть собираться пыль, плесень. То, что есть под капсулой и между самим стеклом бутылки, ничего страшного. Если вы там открываете, то уже дома, например, увидите там какую-то плесень и так далее. Это вообще никак не влияет на вино. Поэтому мы открываем под самой широкой частью, чтобы потом, когда мы наливали в бокал вино, 100% не соприкасалось этой капсулой и ничего из под нее не вымывало. Очень многие открывают это просто сверху. Обращайте на это внимание, потому что потом действительно они будут все выливать в бокалы. Это гигиенически, эстетически, но это неправильно. Хорошо, если я вижу, что сенсия открывает нефа, я его говорю. Да, вы ребенок, он должен принести новую бутылку. А он скажет, ну что вы понимаете? А вы гость, вы всегда правы. Хорошо. Да, это без... Аккуратнее. Ирина, что-то не то, откроешься, не знаю. Пусите еще одну бутылку. Аккуратно, куда-то в дочь. А что, я думаю, оставьте, так и пусть брат мы заберем себе. Обычно брак всегда оставляют и отправляют обратно в виноторговую компанию, у которой ресторан заказал это вино. Дальше идет экспертиза, и если в вине действительно был дефект, то ресторану возмещают эту бутылку. И также, если вы купили в магазине, пришли домой, что-то с вином не так, вы имеете право по законодательству прийти в магазин и вернуть эту бутылку. Вы никогда не возвращали бутылку? Не, принимаю без вопроса. Мне кажется, это невозможно. Бутылка за 1000 рублей. Это легко достаточно. 15 рублей стоящих. По франции, по франции, по франции, по франции. Как иньяка, который был открыт. Сверху на рыбу. Никакого хлопка вообще не должно быть в открытии никакой бутылки вина. Игристое, тихое, неважно. Потому что если хлопок, кто-то вообще вот так выдирает, в этот момент резко кислород попадает в бутылку и резко окисляет вино. И первые два бокала 100% будет испорчено. И впечатление ваше от вина тоже будет испорчено. А вы игристое можете так открыть, чтобы вообще ничего не было? Конечно, я вот открывала, пока вы собираетесь. Чтобы открыть игристое вино без всякого хлопка, нужно его очень сильно охладить и не трясти бутылку. И вы, когда открываете, вы крутите бутылку, а промоку держите и чувствуете, как она постепенно выходит. Ну что, Синя, давайте наливать. Синя, давайте наливаем.